Наша модель молодая и прекрасна, но тем не менее мы видим зарождающиеся брыли. Работа будет заключаться в том, что я наложу кончики пальцев на лимфатические узлы. Некоторые из вас обнаружат изменения буквально через сутки, некоторые обнаружат через неделю. Но я рекомендую вам вначале проявить максимальную деликатность. Я огреб большое количество прыщей, у меня болели уши после того, как я впервые начал работать со своей лимфатической системой. Не повторяйте мои ошибки, работайте лучше меньше, чем больше. Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги, я Станислав Черноног, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и саматити. И сегодня мы с вами поговорим про отёте лица. Отёте лица, помимо того, что они доставляют массу неприятностей людям, которые с ними сталкиваются, это некрасиво. Кроме того, это довольно опасная штука. Во-первых, мы должны понимать, что отёте, как правило, является следствием воспалительного процесса по лицу. Это могут быть воспалительные процессы по ротовой полости, зубы, например, гниющие дёсны. Это могут быть проблемы по носоглотке, хронические риниты, аллергические реакции. Это могут быть проблемы по ушам, это могут быть проблемы по глазам и слёзы отделению. Каждый раз, когда вы обнаруживаете у себя те или иные проблемы из вышеперечисленного списка, знаете, что, скорее всего, у вас трудности с оттоком жидкости от лица. И вопрос того, когда лицо начнёт отекать, это просто вопрос времени. Кроме того, вы должны понимать, что когда речь идёт про отёте лица, то же самое происходит и с отёком вашего мозга. Условно говоря, жидкость в голове циркулирует более-менее однородно. Если у нас есть отёк лица, то это, скорее всего, связано с тем, что и мозг имеет трудности с оттоком жидкости. Прежде всего, когда мозг не имеет достаточного оттока жидкости, он начинает хуже работать и, как следствие, хуже управлять всем организмом. Это приводит к тому, что человек начинает хуже соображать, здоровье у него ухудшается, и при этом портится настроение, появляется депрессивный настрой из-за того, что голова плохо работает и внешность оставляет желать лучшего. Кроме того, вопрос оттока лимфы – это не просто. Вопрос оттока лимфы – это затруднение притока жидкости через артерии. Дело в том, что очень часто лимфатические узлы находятся непосредственно на кровеносных сосудах, на артериях и венах и нарушают циркуляцию крови по голове. Это тоже довольно большая и сложная проблема. В этом видео мы разберём один крайне эффективный способ работы с лимфатической системой, с отёками лица. Обязательно досмотрите это видео до самого конца. В интернете часто пишут, что надо просто перестать есть солёное, надо перестать пить жидкость на ночь, и тогда с отёками лица всё будет благополучно. Следует понимать, что это правда лишь в очень малой степени. Да, безусловно, если мы много пьём жидкости и потребляем солёное, то вероятность отёку увеличится. Но если наша лимфатическая система работает нормально, то отёка просто не будет. Что же является внятным признаком того, что лимфатическая система не справляется, есть отёк лица. Во-первых, если есть мешки под глазами. Во-вторых, брыли, двойной подбородок. Вообще, общее опущение лица является свидетельством того, что оно содержит избыточное количество жидкости, и гравитация делает своё тёмное дело. Давайте посмотрим на нашу модель и определим, почему мы считаем, что отёки лица действительно присутствуют. Первая причина, которую вы, к сожалению, не можете видеть, это насморок, и это прежде всего поленос. Наша модель активно реагирует на пыльцу, то есть мы с уверенностью можем говорить, что слизистые носа, носоглотки отёчные и содержат избыточное количество жидкости. Сам факт того, что у человека поленос, говорит о том, что слизистые работают неправильно, и необходимо работать с оттоком жидкости. Мы записывали про это отдельное видео, ссылочку оставлю в описании. Кроме того, мы наблюдаем избыточное количество жидкости по носогубным складкам, с одной стороны и с другой стороны. Наша модель молодая и прекрасна, но тем не менее мы видим зарождающиеся брыли, когда вот здесь, по этой поверхности, есть нарушение оттока жидкости, и щека начинает уже нависать. Кроме того, можно сказать, что подбородок и зона губ проявляют некоторую отёчность. Напоминаю вам, что работа с лимфатической системой должна быть начата прежде всего с работы по венозному углу. У меня в рамках спонсорской подписки существует возможность посмотреть очень развернутое доточное видео про венозный угол, где мы говорим про анатомию, где мы говорим про причины, и очень подробно рассказываем, как работать с этой областью. Напоминаю, что без работы с венозным углом очень сложно гарантировать по-настоящему хорошие результаты. Давайте я быстро проработаю венозный угол для того, чтобы дать вам примерное представление, и перейдём к настоящей проблеме нашей пациентки. После того, как мы проработали венозный угол, мы можем переходить к более высоким лимфатическим узлам, и ключевой точкой будет, безусловно, работа с подчелюстными лимфатическими узлами. Здесь, опять же, вы не увидите ничего очень суперграфичного. Работа будет заключаться в том, что я наложу кончики пальцев на лимфатические узлы и буду очень деликатными, внимательными прикосновениями присутствовать в увеличенных и воспалённых лимфатических узлах. Напоминаю вам, что лимфатическая система содержит огромное количество продуктов распада, лимфатическая система фильтрует вредоносные бактерии и вирусы, поэтому мы должны работать с лимфатическими узлами крайне деликатно и осторожно, чтобы не усилить проблемы по состоянию нашего пациента. Как это работает? Дело в том, что когда мы прикасаемся к лимфатическим узлам, мы активируем соответствующие отделы мозга нашего пациента, и мозг начинает активно обращать внимание на те места, куда мы прикоснулись. Если мозг обнаруживает проблемы в этих местах, то мозг начинает рассылать сигналы на соответствующие системы, которые должны с этими проблемами бороться. Соответственно, когда мы просто держим руку на проблемном месте, мы обращаем внимание защитных сил нашего организма, и организм сам разруливает эти проблемы. Дело в том, что в составе лимфатических узлов есть гладкомышечные волокна, которые, сокращаясь, выдавливают избыточную жидкость из лимфатического узла. Кроме того, происходит активизация кровообращения по лимфатическому узлу. Каждый лимфатический узел содержит маленькие капилляры, и происходит улучшение кровоснабжения, и таким образом сам лимфоузел начинает работать лучше. Иммунные клетки, которые содержатся в составе лимфатического узла, начинает работать более активно, и процесс очистки жидкости через лимфоузел происходит более стремительно и эффективно. Таким образом, лимфатический узел является в некотором смысле заставой, сквозь которую жидкость должна пройти. Если служители заставы спят или находятся в плохой физической форме, то они будут пропускать сквозь заставу, сквозь кордон ограниченное маленькое количество посетителей. Жидкость будет плохо фильтроваться и не будет проходить через лимфатический узел. В тот момент, когда мы накладываем руку на лимфатический узел и начинаем на него воздействовать, происходит активизация этого органа, и фильтрация становится более эффективной, и лимфоузел оказывается в состоянии пропустить через себя большее количество жидкости. Таким образом, жидкость стекает из лица и отёк уменьшается. Надо понимать, что мы можем, в принципе, довольно быстро получить хороший результат по лимфатической системе, но нам следует соблюдать осторожность и деликатность. Я рекомендую вам работать в этой технике порядка 5 минут в день, и уже через 2 недели вы заметите очень внятные изменения. Некоторые из вас обнаружат изменения буквально через сутки, некоторые обнаружат через неделю, но я рекомендую вам вначале проявить максимальную деликатность. Я на своём опыте убедился в том, что если избыточно, напористо работать с лимфатической системой, это приведёт к обострению воспалительных процессов в голове и в ушах. Я грёб большое количество прыщей, у меня болели уши после того, как я впервые начал работать со своей лимфатической системой. Не повторяйте мои ошибки, работайте лучше меньше, чем больше. Работайте мягче и деликатнее, и ваш организм будет вам точно за это благодарен. Хочу здесь до вас донести, что сейчас мы работаем только с одной траекторией движения лимфы от головы. Существует траектория движения лимфы по передней поверхности шеи, Существует траектория движения лимфы по передней боковой поверхности шеи, по задней боковой поверхности шеи, по задней поверхности шеи. И все эти потоки движения лимфы необходимо учитывать для того, чтобы качественно работать с отёками по лицу и с отёками по голове. Поэтому я всех призываю не попадать в иллюзию того, что вы теперь всё знаете про лимфатическую систему, и подойти к этому вопросу серьёзно, то есть изучить наш профессиональный курс, который называется «Моделирование фигуры». Чтобы получить к нему доступ, переходите по ссылочке в описании, и вы попадёте на бесплатный трёхдневный марафон, посвящённый моделированию фигуры. Мы поработали с моделей менее 15 минут, и уже сейчас я прямо отчётливо слышу, как изменилось дыхание нашей модели. У нашей модели был поленос, сильно заложен нос, и вот сейчас, когда она шмыгает, я отчётливо слышу, что дыхание изменилось. Что можно говорить о работе, если она будет проведена регулярно, системно, раз за разом? Безусловно, мы окажемся в состоянии решить огромное количество проблем нашей модели, как с внешностью, так и со здоровьем. Кроме того, с ясностью сознания, потому что затруднённое кровообращение, безусловно, портит и характер, и глубину понимания мира. Я буду благодарен всем, кто напишет в комментариях про свои ощущения от проработки подчелюстных и лимфатических узлов. Какие эффекты вы наблюдали? Возможно, вы наблюдали какие-то эффекты, связанные с неожиданными болями, с неожиданным изменением физического и эмоционального состояния. Напишите об этом обязательно в комментариях. Эти комментарии будут крайне важны для подписчиков, которые лишь думают о том, чтобы сделать себе лимфатический массаж лица. Не забывайте ставить лайк этому видео, если оно вам понравилось, и обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие видео. А с вами был Станислав Чернонок, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и соматити, и одноимённого YouTube-канала, канала, где мы говорим с вами про здоровье, красоту, учимся делать массаж, который делает людей и здоровее, и краше, и зарабатывать при этом хорошие деньги. До новых встреч, друзья! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok